Продолжение следует... 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 сферы физической культуры и спорта, поэтому хотелось бы какомогой качественнее представлять эту сферу в парламенте и сприяти тому, чтобы гармонийно развивалась сфера физической культуры и спорта в всех регионах Украины, и чтобы на местах гармонийно поединили интересы спорта в высшем достижении, который я называю локомотивом всего, всей сферы, и массового спорта, массового здоровья, позитивного вихования подростающего поколения, которые являются сопутниками спорта в высшем достижении. Поэтому гармонийно поединить этих интересов, плюс гармонийно співпраця всей влады и депутатского корпуса, и обраних народных депутатов, мають бути запорукою успеху у нашей важной социальной миссии, которую несет на себе сфера физической культуры и спорта. Я не буду больше забирать время в каких-то промовах, а буду сподіваться, что удастся много чего интересного почути от присутствующих, и в разе потреби отвечать на вопросы о законодательных инициативах, законопроектах, о ухвалении или еще на шляху до ухваления, что касается нашей сферы. Дякую. Дякую, Георгий Георгиевич. А сейчас хочу, с вашего дозвола, надать слово міському главе Хмельниччини Александру Семчишину. Георгиевич. Вітаю, шановне товариство. Я, власне, буду говорити, можна буде так само дивитись нашу презентацію на екрані. Ну, і, власне, почну з того, що подякую насамперед пані Олі Саводухі, Сергію Мензію. Ідея проведення під комітет народжувалася, по суті, у нас трьох разом під час відвідин палацу спорту, коли ми спілкувалися і про спортивну інфраструктуру, і спілкувалися про можливі механізми фінансування з місцевих бюджетів масового спорту, професійного спорту. Ну, і ми вирішили, що буде правильно, якщо ми, власне, проведемо під комітет саме спорту вищих досягнень Хмельницькому. Дуже приємно, що ми його проводимо в такій невимушеній атмосфері на нашому центральному стадіоні Поділля, не порушуючи ніяких карантинних норм і вимог. Ну, і в такій от неформальній атмосфері ми зможемо нормально поспілкуватися, по суті, піднявши два основних питання, які турбують фактично усе спортивне середовище. Перше питання – це питання спортивної інфраструктури. Власне, маючи трохи більший фінансовий ресурс, наразі місцеві бюджети в багатьох містах, але Хмельницький, ми вважаємо, одним з лідерів, активно розбудовується спортивна інфраструктура. Це спортивна інфраструктура для спорту вищих досягнень, ну, і це спортивна інфраструктура для масового спорту і фізичної культури. Я, власне, розкажу, що ми вже зробили за останні чотири роки по цих двох напрямках. Ну, і другое питання, яке так само сьогодні дуже важливо обговорити, коли є присутні народні депутати, законотворці, коли є присутні посадовці, які займаються безпосередньо спортом, коли є народні депутати-спортсмени, які так само тим жили і переймалися, і знають, що таке спорт зсередини, ну, і коли є спортивні функціонери, керівники федерації, начальники структурних підрозділів, які так само щодня безпосередньо з тим живуть. Це питання необхідного законодавчого забезпечення можливості фінансування насамперед спорту професійного, створення муніципальних спортивних клубів, наприклад, можливості фінансувати професійні спортивні команди через програми. В Мирському ми, наприклад, за 4 роки дійшли до того, що в кожному ігровому виді спорту ми маємо наразі професійну команду, які виступають в різних лігах, баскетбол – чоловіча жіноча, волейбол – чоловіча жіноча, гандбол – чоловіча жіноча, футбол – чоловічий, хокей – чоловічий, ну, але перспектива створення жіночих команд так само, я думаю, у нас буде. Ну, але фактично на 90% всі ці команди фінансуються з міського бюджету. І є проблема з залученням бізнесу для фінансування, і тут дуже добре, насправді, що в першому читанні прийнятий закон про мацінатство. Бізнес хоче цього закону, і бізнес, коли ми з ним спілкуємося, висловлюючи готовність долучатися до фінансування, так само хоче бачити державу, яка повертається до нього в обличчям, і надає можливість на різноманітні пільги. Ну, і, власне, можливість фінансування через програми, бо дуже часто, коли ми починаємо з міського бюджету фінансувати спортивні, професійні команди через програми, ми отримуємо і привіт, в кавичках, від контролюючих органов, які потім призводять до відкриття кримінальних проваджень, і так далі, і так далі, посилаючись, по суті, контролюючі органи посилаються, по суті, на відсутність таких норм в чинному законодавстві. Тому, користуючись тим, що є присутня достатня кількість нардепів, я думаю, що все-таки в вашій силі вносити ці зміни і давати нам можливість, у разі нашого бажання, у разі бажання громади, все-таки фінансувати професійний спорт. Ну, а тепер, власне, до інфраструктури. Звичайно, що спорт високих досягнень неможливий без нормальної спортивної інфраструктури. Нормальний масовий спорт неможливий без нормальної спортивної інфраструктури. Фактично, максимально культивуючи, популяризуючи здоровий спосіб життя, масовий спорт і спорт спортивних досягнень, ми розбутовуємо останні 4 роки спортивної інфраструктури в місті Кмаліському. Сначала про маленькие объекты, которые уже реализованы. Мы с вами находимся на Центральном стадионе Подоля, реконструкцию которого мы закончили в 2017 году. Реконструкция газов, штучный полив, облаштован легкопланетический манеж, который реально один из лучших, который, например, для стрибуней, один из лучших в Украине, потому что сейчас очень мало осталось баз, которые позволяют стрибать в шестом, а в Махмолинскому есть безусловно шесть. Ну и это давало нам возможность два года поспорить сборную команду Украины. До речи, Воля Солодуха так же, готуючись до международных стартов, тренувалась тут. И сейчас, я думаю, что, готуючись до Токео, мы так же будем рады встречать тут всех наших стрибуней и ожидать от них хороших результатов. Далее, власне, мы с 2018 года запустили в эксплуатацию коммунальный бассейн. В городе не было коммунального бассейна, в истории коммунального бассейна, потому что областный коммунальный бассейн, в областном центре физического охранения Украины, мы теперь имеем свой. Далее, в час карантину в ньому тренувался чемпион світу Михайло Романчук, так само, від которого мы ждем хороших результатов в Токео уже через год. Мы эксплуатировали это на полную, количество желающих величезна, тренуются и профессиональные спортсмены, ну и люди, которые просто ведут здоровый способ жизни. Кроме того, мы реконструировали еще один стадион, стадион «Локомотив», так само полная реконструкция газону, облаштувание штучного полива. Этот штучный полив нам даёт утримать в таком стане газон, который вы сейчас видите, чего не было, скажем, до 2016 года. Завжди, это, зазвичай, такие стадьони в областных центрах, их ничего не так иначе городами не называют, ну, теперь это стадьон, на котором мы не сможем принимать любые соревнования. Повная реконструкция стадьону «Локомотив», так же вы, власне, на слайді бачите. В 2018 году мы, по сути, начали проект строительства Палацу спорту, про который мы больше сегодня будем говорить, который вы видуете, который вы увидите. Это, по сути, мое, по сути, особистое детство, потому что оно народжировалось так, в таких очень спирных эмоциях. В 2018 году наша волейбольная команда «Новатор» стала бронзовым призером чемпионата Украины, получила право играть в Еврокубках. Звичайно, что мы в Еврокубке появились, но выяснилось, что место, которое очень развивается, успешное место, которое занимает лидерную позицию в величезной кислоте рейтинге за последние годы, не имеет спортивной зали, которая могла бы принять Еврокубки из игровых видов спорта. И Еврокубки из волейбола наш «Новатор» был замужен принимать в другом городе, потому что жоден зал в городе под это не отвечал. Тогда мы решили, что будем строить в городе повноценный палац спорта. Была введена земельная диланка в хорошем и сручном месте с точки зрения логистики, с точки зрения природы. Мы сделали проект «Кошторисную документацию», прошли экспертизу и в 2018 году был оглашен конкурс именно на строительство палац спорта. Мы стали его победителями, вместе с одним из мест, но мы стали единственным местом, которое получило право строительство палац спорта. Мы сделали проект «Кошторисную документацию» из всех других, потому что очень оперативно, швидко, четко готували документацию, обеспечивали свое спорта, сделали проект «Кошторисную документацию», мы когда-то про то напишем книжку, это было очень интересно. И это, насправді, дало нам возможность выиграть конкурс. В березне 2019 года, вот вы видите, начало строительство, в березне 2019 года мы закопали самолечный камень и, фактически, за рік часу сбудовали тот объект, который есть сейчас. Он, фактически, готовый на 50%. Останние три месяца, фактически, будівельные работы у нас там триваются в таком черепашечном формате, фактически, ничего не строится, потому что на 2020 рік мы не имеем жоднои копейки государственного финансирования, мы имеем 18,2 миллиона гривен финансирования из межского бюджета, но этих денег для такого объекта надзвичайно мало. Сейчас мы подготовили пакет документов, подали на конкурс черговый, есть часть народных депутатов тут присутствующих, членами конкурсной комиссии. Я очень надеюсь, что вы нас поддержите, я даже уверен, что вы нас поддержите, и мы в этом году отримаем государственное финансирование, продолжим активное строительство. Мы в червне месяце говорили про то, что если бы в червне мы отримали повное финансирование, то в грудь этот объект был бы безданный. И это даже было бы, напевно, одно из самых быстрых будивниц в Украине в истории независимости, потому что объект в артістю майже 300 миллионов за полтора года у украинских реаліях фактически не будуют. Мы могли это сделать, но если мы теперь будем мать государственное финансирование, объективно до грудня это будет сделать очень тяжело, поэтому мы ставим для себя абсолютно объективный термин, это 2021 рік. И это термин абсолютно реальный, потому что все затратные работы в часе, будивельные, уже выполнены, остались те работы, которые подрядник спокойно может выполнять в разе належного финансирования. Это не просто палац спорта, это не просто спортивная спорта. Звичайно, что главным сердцем есть спортивная арена, ее мастерсть 3100 глядацких мест. Вона придатна для всех зальных игровых видов спорта, вона придатна для всех зальных индивидуальных видов спорта, бокс, борьба, кикбоксинг, все, что угодно, можно там проводить без будь-яких проблем. Вона, власне, зараз в таком состоянии. Кроме того, есть административно-спортивно-господарская будильная. В этой будильной есть еще четыре зали, каждый площадью по 360 квадратных метров. Эти зали будут по функционалу працювать для индивидуальных видов спорта, фехтувания, гимнастика, кикбоксинг, борьба, тоже, власне, залежно от того функционалу, который мы его наповнимо. Спорта будет функционировать как спортивная, как концертно-розважальная. Мы окремо в проекте передбачаем звук спортивный, окремо передбачаем звук концертно-розважальный, как виставковая зала, как зала для форумов, для разноманітных массовых заходов. Спорта, которая, мы сподіваемся, будет, надеемся, наповнена жизнью 365, а в высокоснью 366 дней на рік. Спорта, которая может принимать абсолютно любого уровня европейского изминания. Это, фактически, реально, в 2021 году фінішировать, перерезать стрички. Мы, принадлежно, всех запрошуем. В 2021 году мы сможем там спокойно зіграть будь-что, на что будет божание народных депутатов. Команду с боку міської ради мы обрезково забезпечимы. Кроме того, у нас есть еще несколько амбитных планов. Это не просто планы и идеи, это уже реальные проекты, под которые введены земельные дылянки, под которые сделана проектно-кушторосная документация, проведена государственная экспертиза. По деяких даже забезпечено спільфинансирование с московым бюджетом и проведение в тендерах. Это льдовый палац. Вы тоже видите его на картинке. Він, до речи, земельная дылянка выделена поруч с палацом спорта. Это одна и самая лінія. Мы ее делаем как зону деловой и спортивной активности. Это зона Повденного Буу. Дуже хорошее, зручное место. Место совсем поруч. Хорошее, зручное место с точки зрения готельной инфраструктуры. Ну и сподіваемо, что мы так же в ближчие годы после того, как завершено палац спорта, сможем обладать льдовый палац. Кроме того, мы имеем проекты, что раз на документацию, как вы видите, визуалку, на специализованный зал боксу. Это, опять же, не просто зала для боксу. Это, по сути, полноценный палац боксу. Земельная дылянка расположена вот тут за вашими спинами. Оттуда стае табло, которое, до речи, мы с дня на день демонтуем. Ну, потому что мы строим новое табло, современное табло. Тут, на этой земельной дыляночке будет строить специализированный зал боксу. Он будет придатым для проведения любого уровня змаганий. Там можно будет принимать спокойно Европу, страну и все, что угодно, если мы сможем обеспечить готельную инфраструктуру. Тут, власне, так же проведенный тендер, есть «Переможец». Мы его регулярно подаем на державное спинансирование, как и льдовый палац аналогично. Кроме того, у нас есть еще один проект, в котором ведена земельная дылянка на улице Заричанський. Теж, до речи, недалеко от нашего коммунального басейну, недалеко от палацу спорту. Это два футбольных поля, одне з штучным покриттям, одне з травяным покриттям. Это зал, ну, и это несколько небольших спортивных майданчиков. Тобто, это повноценность спортивный комплекс, который будет тренувальным для нашей профессиональной футбольной команды, который позволит нам проводить качественные соревнования чемпионат-места, чемпионат-областя, саме с великого футболу. Бо, если говорить, власне, про зальние виды спорта, то мы имеем величезный всплеск, взагалі, развитку зальних видов спорта. Кроме того, что мы имеем каждую команду в каждом виду спорта, на чемпионат-места, например, по футболу у нас берет участь 94 дорослих команды, больше 40 юнацких команд и десь близко 60 дитячих команд. Тобто, это тысячи людей, которые занимаются, по сути, мини-футболом, футболом и так далее. Это очень хорошего уровня. На самом деле, первость, я не знаю, чьи места равнозначных Молинскому проводят первости в пяти лигах с 94 командами. Ну и, власне, ци всі проекти, на них мы завжди гарантуемо фінансирование с міського бюджета, но мы уверены, что великая спортивная инфраструктура, инфраструктура, которая связана с спортом не массовых достигнений, а самым с спортом великих достигнений, мае обысково співфінансироваться с государством. И больше того, самая государство мае максимально будивать такие споруды, а места их мають отримувати. Места мають відповідати більше за развиток самым масового спорта, что мы в Хмельницком робимо. За последние четыре года мы уже сбудовали 26 різнофункциональных спортивных майданчиков, четыре еще будем сейчас, ну и, по сути, до дня места планируемо мати таких 30. Это разные спортивные майданчики. Есть 60 на 30, есть 42 на 20, есть мини-футбол, есть баскетбол, голейбол, гандбол, теннис комбиновані. Есть, снова таки, много функционал с освещением, с биговыми дорожками. В зависимости от того, как позволяет территория, таким функционалом мы не выполняем. Таких мы сбудовали, ну, фактически 26, плюс четыре, 30 таких майданчиков мы имеем. И нам залишилося еще біля каждой школы близко десяти, ну и еще десь 20-30 в дворах, 50, это наша цель таких, власне, майданчиков мати. Кроме того, мы так само активно развиваем валу инфраструктуру. За последние три года 12 километров дорожек мы сбудовали. Ну и тоже надо понимать, что в Хмельницком до того не было даже сантиметра валидорожек, а спортивных майданчиков для массового спорта за бюджетные кошти був збудований всего-навсего один, ну, зараз 30. Тому це масовый спорт, за который должны ответить города. Спорт высоких достигнений, мае быть співвідповідальность, место, государство и разом мы точно сможем сделать набагато больше. Я думаю, что люди, которые в своем жизни десь трохи занимались спортом, навіть там на рівне аматорскому, такими, которые занимались професійным спортом, не треба переконувати, что, что развивая спортивную инфраструктуру, мы сможем иметь нормальную здоровую нацию, и только здоровая нация может быть.